Привет, друзья, а также гости моего канала. Всех рада приветствовать у себя в гостях. Вы на канале Ната Лайв. Друзья, сегодня я решила приготовить очень простые, но вкусненькие печеньки к чаю. Да, да, захотелось вот чего-то сладенького. Я, конечно, в процессе похудания, но вот иногда, иногда не могу себя сдержать. Конечно же, завтра я об этом пожалею. Но сегодня вот организм хочет чего-нибудь сладенького. Не могу ему отказать, поэтому мы сегодня с вами приготовим вкусненькие, сладенькие печенюшки. Итак, друзья, приглашаю вас к себе на кухню и будем готовить вместе. Погнали! Охудеть будем с завтрашнего дня. И нам понадобится полстакана теплого молока, полстакана растительного масла, полстакана сахара, два яйца, неполная столовая ложка дрожжей, пол чайной ложки соли и где-то 500 грамм муки. Итак, друзья, для начала мы разведем наши дрожжи. Выливаем теплое молоко, сюда же добавляем дрожжи, добавляем сахар. Пока молоко теплое, сахар хорошо растворится. Сюда же добавим соль и растительное масло. Все хорошенечко перемешиваем. Перемешиваем и оставляем где-то на полчаса, чтобы наши дрожжи подошли. Берем наши два яйца и хорошенечко их взбиваем. Теперь добавляем наши яйца в дрожжи. Прошло уже где-то полчаса, даже больше, поэтому наши дрожжи уже разошлись. Итак, друзья, замешиваем теперь наше тесто. Берем 500 грамм муки и выливаем наши дрожжи сюда. Если тесто покажется вам очень жидким, можно добавить немного муки. Ну что ж, друзья, оставляем наше тесто еще ненадолго. Пускай оно постоит, немножечко подойдет. Друзья, немного вымесим наше тесто. Оно у нас уже полежало. Вот видите, оно какое мягенькое. Духовку я уже включила. Какое у нас шикарное тесто. Ну что ж, приступим. Сформировали наши булочки. Разложили их на противень. И обмазываем их сверху яичным желтком. Ну и отправляем наши печеньки в духовку. Духовка разогретая на 180 градусов. Думаю, на полчаса. Итак, друзья, наши печеньки к чаю готовы. Готовьте на здоровье. Всем приятного чаепития. Приятного аппетита. А мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»